всем добрый летний день подписчикам гостям канала лето наступило у кого-то оно жаркое очень у кого-то вот такое прохладное как у меня за окна прохладное норвежское лето но все равно уже в лесу все начинает цвести появились новые запахи ароматы и можно пользоваться лесной кладовой здесь живу я недалеко от лесного массива и собираю сейчас последнее время еловые вот такие веточки которые начали цвести из которых будут будущие шишечки наверное вот эти еловые лапки которые распустились могут принести нам пользу в наш дом и я хочу воспользоваться услугами лесной кладовой я буду заваривать эти лесные лапки делать из него настой этот настой применяли еще в древние времена как хорошую профилактику от заболевания цинги поэтому я хочу тоже сделать небольшую профилактику и воспользоваться услугами нашей бесплатной лесной кладовой вам тоже рекомендую посмотрите как я это делаю я беру срезаю эти еловые лапки такая у фарфоровая небольшая кастрюлька которая можно ставить на плиту и я обрезаю все эти еловые лапки они у меня правда день стояли в воде и уже немножко стали распускаться но это думаю ничего страшного можно нарвать в лесу и сразу их обрезать где-то примерно таких еловых лапок если вы не будете делать впрок такую настойку отвар то можно сделать примерно стакан еловых лапок заливается кипятком горячим кипятком и ставится на маленький огонь для как бы оттомления и для отвара для отваривания уже сейчас начинает состоять приятный хвойный запах запах таких еловые смолистый и я думаю что все полоска полоска ополаскивание для нашей полости рта они тоже состоят какой-то степени из хвойных концентратов из хвойных добавок есть хвойные зубные пасты как сейчас помню у нас продавалась всегда в россии хвойная зубная паста она имеет зеленый оттенок поэтому можем своими руками собственно говоря сделать себе отвар и пользоваться этим летом можно делать профилактику из натуральных ингредиентов воспользоваться тем что имеется у нас в природе и дары леса вот так я обрезала почти весь свой букетик лесной у меня получилось даже меньше чем стакан где-то здесь будет 3 столовых ложки но я хочу попробовать это для начала мне хватит и заливаю стаканом кипятка примерно берем стакан кипятка достаточно потом можно будет добавлять водичку если она выкипит на плите и добавляем это в эту кастрюльку накрою сейчас крышечкой и это будет отвар у меня томится на огне примерно минут 40 ну вот мой отвар готов у меня разыгралась фантазия я добавила несколько кружочков лимона и наш зубной эликсир готов сейчас я буду процеживать выливать в баночку и буду пользоваться как хорошую профилактика для полости рта против цинги северянами издавна применялся настой еловой хвои блокадном ленинграде средства от стражной болезни готовили не только из сосновой хвои но и из еловой хвоя ели очень богата витамином c витамином к д п п эфирным маслом летучие вещества выделяемой хвои являются фитоцидами убивающим многих возбудителей бронхолёгочных заболеваний поэтому прогулки в ельнике не менее полезны чем сосновом лесу аромат хвойный стоит и я выливаю в эту баночку ставлю в холодильник и буду пользоваться им эту неделю то можно заготовить насушить этих еловых лапок впрок можно их просто взять насушить и потом из сушеных делать в дальнейшем это такой профилактический зубной эликсир пробуйте пользуйтесь природными дарами природной кладовой а я открываю новую рубрику летнюю которая называется лесная кладовая спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и комментарии обратная связь мне нужно не забудьте нажать на колокольчик который напомнит вам о предстоящих новых видео и всего доброго хорошего лета до свидания